Всем привет! Сегодня мы будем разбирать интересную сложную тему, которая будет посвящена использованию подбетов и овербетов и противостояния подобным сильным линиям. Поговорим, в каких ситуациях нам самим следует использовать такой мув, как подбет или овербет. Также разберем ситуации, когда в нас летят подбеты и овербеты, и мы думаем, как нам им противостоять. Напишите в чат, как меня слышно и видно. Если все нормально, то мы будем начинать. Поехали. Так, ну я тут начал просматривать уже ваши раздачи вопроса. Я дошел до вопросов EDN07, они такие довольно комплексные. Ну, сейчас мы до них доберемся. Начнем сначала. Ну, во-первых, немножко теории. Немножко теории. Несколько мыслей, которые у вас должны быть в голове, когда вы противостоите овербетам или подбетам. Ну, начнем так, первая раздача, собственно говоря, когда херов получает овербет. Начнем с тех ситуаций, когда вы получили подбет или овербет. Запомните основной момент, что в основном люди все-таки не блефуют подбетами и овербетами. Особенно, если вы играете какие-то низкие лимиты, нолс то и ниже. То есть, когда вы видите какой-то гиперэкшен, особенно от регулярного игрока, будь то подбет или овербет, как правило, это сильная рука, с которой он хочет максимизировать свою value. Небольшое количество ваших противников может делать подобным образом тонкие волюбеты. Но, как правило, подобные мувы, как подбет или овербет на низких лимитах, будут просто идти от сильного рейнджа. Если говорить про игру на лимитах выше, начиная с нол 200, подбеты и овербеты уже начинаются на блефе. И ваши оппоненты могут использовать подбеты и овербеты в блеф. В каких ситуациях это происходит? Это происходит в тех ситуациях, либо когда они знают, что не могут стандартным сайзингом выбить вашу руку. То есть, они играют против какой-то очевидной подконтроль линии. И в рамках вашего лимита всем известно, что, скажем, там ставкой 2 3 пота или 3 4 на ривере вас не выбить. Соответственно, в этой ситуации оппоненты могут применять овербеты, чтобы постараться все-таки выбить ваш рейндж под контролем. Также овербеты и подбеты применяются на более ранних улицах, на флаппе и на терне. Эта тенденция появилась совсем недавно. В частности, на Покерстарс, не знаю, как и в других покеррумах. Видимо, вышел какой-то ввод или что-то такое вышло, когда стали подбетить и овербетить зачастую на терне. То есть, это скорее стала такая популярная линия для игры на терне, когда у вашего противника какое-то слабое дро. Это может быть гэтшот, это может быть ОСД на флэшдро доске, это может быть слабое флэшдро. И когда оппонент хочет, опять же, максимизировать фулт-эквити и выбить все ваши подконтрольные руки, которым сложно противостоять под бетом или овербетом, он применяет такое оружие, как овербет на терне. Почему на терне? Потому что на терне у него уже более узкий спектр бета, и если на флаппе он, в принципе, может поставить какой-то адекватный канбет стандартного размера, то на терне, собственно говоря, когда у него более узкий рейндж, и у вас уже более узкий рейндж читаемый, он понимает, что он уже примерно представляет, с каким спектром продолжения вы дошли с флопа, то в такой ситуации ваш оппонент может применять под бет и овербет. Если вы используете такую программу, как на ткаде, если у вас там есть такая штучка, как график, который показывает сайзинги под бетов и овербетов, то вы тоже можете его использовать, он помогает неплохо понять, собственно говоря, какой сайзинг о чем свидетельствует, на какой из улиц, ну, для того, чтобы работал этот график, нужна большая выборка рук, поэтому если вы играете без майнинга, то он вам не сильно поможет, но если у вас есть майнинг, и вы просто уже играете долго на таком конкретном лимите, и у вас большая выборка рук на оппонент, то, в принципе, вот этот ноткади стат, точнее ноткади график может помочь вам оценить, насколько часто оппоненты блефуют на терне. Кади скейтер запрещен, ну, не слышал об этом, слава богу, я его сам-то не использовал, ну, вот, поэтому, ну, я просто знаю, что он есть, и ребята его используют некоторые. Ну, именно запрещен lights out, теперь запрещен именно как раз в графике, который показывает сайзинги бетов, или запрещено что-то другое в ноткаде, что-то еще там запретили, напиши в чат, мне интересно, а то я как-то не отслеживаю последние тенденции изменений на пукерстарс. Ну, так вот, возвращаясь к нашей теме, ну, соответственно, у вас либо если есть ноткади, либо если у вас просто есть какие-то ноткаде, то, ну, на то, что ваш оппонент может играть подобным образом, то, в принципе, вы можете противостоять уже под бетом и овербетом, делая какие-то более лузовые колы, нежели вы будете их делать на микролимитах, просто потому что, ну, если у оппонента есть спектр блефа, то, естественно, вы можете уже продолжать, какие шансы банка на колы будут плохие. Так, ну, давайте в теории немножко, ну, так, несколько вопросов задавали, перейдем к практике, ну, и вот, собственно, Херуди защитил руку свою на прихлопе. Ну, надо, значит, будет отключить, я просто даже не знаю, может, он у меня стоит в ноткаде на старзах этот скейтер или нет, надо будет посмотреть, потому что я-то его никогда не использовал, но может быть стоит где-то под ключом надо будет посмотреть, а то еще забанят, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, а я даже не буду знать за что. А, ну, отлично, отлично. Я просто пытался подновить хм за днях, он чуть-чуть у меня не обновится нормально. Ну, ладно, защитили мы, значит, усвалет разномастный, котов против ББ, что он там трибетит, восемь с половиной против котов, а сколько? Версус Херу какой-то повышенный. Я не могу сходу найти, какие у него трибеты ББ против котов, ну, ладно, предположим, что Херу сделаю, что может защитить руку, в принципе, можно защищать ее против котов, на котове против ББ. Защитили, попали в доску, у нас даблбейли, так, где тут парни чикфолды, чикфолды очень высокие, а, ну, собственно, мы здесь еще защищаем, потому что парень редко ставит канбет, и часто чикфолдит флоп, поэтому, в принципе, мы можем защищать свои рейни защиты. Ну и, собственно говоря, происходит ситуация, когда он чекает, нам, конечно, хотелось бы поставить здесь бет на его пропущенный, при этом я бы, наверное, даже ставил поменьше, не вижу смысла, зачем ставить так много, 574, ну, полпота ставить даже можно чуть поменьше, чем полпота, там, 40%, 45%, ну, если у него такой высокий чехол, не вижу смысла здесь ставить много, как на рейли, так и на полублефе. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал, и начни обучение покеру прямо сейчас!